Ежедневно Щелковские межрайонные очистные сооружения принимают порядка 280 тысяч кубометров сточных вод. Процесс полного очищения стоков проходит несколько этапов от механической очистки до обеззараживания, которое происходит с помощью специального реагента гипохлорита натрия. Обеззараживает уже по сути чистую воду, однако этот этап важная составляющая, ведь именно в процессе обеззараживания уничтожаются вирусы и бактерии. Обычно нормы реагента на кубический метр воды составляют порядка 16-20 граммов, однако сегодня они увеличены до 23-х. То есть этот процесс происходит постоянно, он регламентирован нормами санитарными для водоемов, и для нас это является обычным процессом. Но в связи с сегодняшними событиями, в связи с распоряжением губернатора Московской области на Щелковских очистных сооружениях проведена работа, и рассчитаны более жесткие нормы, более высокие для того, чтобы предотвратить даже самое малейшее попадание всех вирусов, всех бактерий в реку Клязьма, который является водоемом и рыбохозяйственным, и водоемом для отдыха. Сам гипохлорид привозят на очистные сооружения специализированным транспортом по графику. Далее реагент поступает в специальные емкости, сохраняющие его реакционную способность. Затем направляется в распределительные камеры контактных отстойников с помощью насосов-дозаторов. Стоит отметить, весь процесс проходит под серьезным и постоянным контролем специалистов. Из восьми вторичных отстойников стойки попадают в распределительную камеру, где соединяются с гипохлоридом. А затем попадают вот в эти отстойники, рассчитанные приблизительно на 3000 кубометров жидкости. Здесь уже очищенная вода находится в реакции с гипохлоридом натрия в течение получаса, и только потом следует сброс в реку. Мы заботимся о том, чтобы ничем не навредить нашим гражданам Московской области, Владимирской. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.